А вы знали, какие деревья, кустарники и лианы лучше всех растут у забора? Если вы устали смотреть на голый забор и больше и больше убеждаетесь в том, что недовольны его видом, вы обязательно должны посмотреть это видео. Ведь неприглядные или сильно бросающиеся в глаза ограждения режут пространство и акцентируют внимание на границах участка. Я расскажу, как украсить сплошной забор и сделать пространство более глубоким. А еще вас обязательно ждут готовые композиции для посадки вдоль забора и расскажу об ошибках, которые не стоит допускать. Меня зовут Софья Тихомирова, я ландшафтный архитектор и вы на канале питомника растений Экоплант. Мы знаем все, что вас интересует о растениях и уходе за ними. Первые в нашем списке лиственные деревья. И начнем с рябины. Это неприхотливое морозоустойчивое дерево с аккуратной кроной, ажурными листьями и ярко-оранжевыми гроздьями ягод. Помимо этого, осенью она имеет невероятную окраску. Рябина одинаково хорошо переносит солнце и полутень. Сажать ее в глухой тени я вам не рекомендую. Но если в месте посадки солнце появляется хотя бы на пару часов в день, рябине будет достаточно. Если планируете посадить вдоль забора, то рекомендую отступать друг от друга 4 метра. А между рябинами разбейте цветники или посадите цветущие кустарники. Какие конкретно, я расскажу чуть позже. В поливе нуждаются саженцы в первые 3 года после посадки. А дальше рябину поливают только в засуху. Липа. Она хорошо переносит тень, но на солнце будет чувствовать себя лучше. Это дерево любит сухую песчаную почву и хорошо переносит засуху и загазованность. Именно поэтому липу очень часто сажают в парках и на аллеях. Представляете, взрослое дерево не нуждается в поливе. А тонкий аромат цветущей липы привлечет на участок насекомых опылителей, и это хорошо скажется на урожае. Чтобы вам купить себе растение на участок для посадки, по хорошим ценам заходите в каталоге растений, которые находятся в описании. Там же посмотрите и цены. Клен. Существует множество сортов с разным цветом листвы и коры. Особенность клена в том, что оно постепенно меняет окраску, поэтому всегда выглядит эффектно. Плюс у клена есть разные по форме листья. Они бывают заостренные, более резные, также с белой каемочкой. Все зависит от сорта. Если говорить о сорте с белой каемочкой, то это клен Друмонди. Смотрится очень красиво. Он не будет желтеть осенью, но зато эффектным выглядит на протяжении всех сезонов. Клены устойчивы к заболеваниям и загрязнению воздуха. Они неприхотливы в уходе. Большинство из них светолюбивые, но и те невыносливы. Плотную и тяжелую почву для клена можно адаптировать добавлением песка. А в песчаные почвы добавляют торф. Поливайте клены только в затянувшуюся засуху. На экране вы можете видеть общие правила при посадке деревьев на участке. Если вы будете их соблюдать, то можете избежать конфликтов с соседями, а также возможных разрушений хозяйственных построек, повреждений проводов, затрудненного проезда пожарных машин и скорой помощи. Если вас такие расстояния не устраивают, то лучше вдоль забора посадить что-то более низкорослое. Здесь нет ограничений. Об этом мы поговорим позже. Смотрите обязательно до конца. А теперь о хвойных, которые можно посадить вдоль забора. Пожалуй, это самая популярная группа растений. Из них получается объемная живая изгородь, которая сочетается с любой оградой. Распространенные варианты это сосна, голубая ель, кипарисовик, туя, ель обыкновенная, тис, лиственница и пихта. Я сейчас расскажу более подробно о каждом из них и об особенностях тоже. Голубая ель ценится за необычный цвет. Ее сразу замечаешь, как только оказываешься на участке. Высаживать рекомендую на расстоянии двух метров друг от друга. Она не боится морозов, устойчива к солнцу и болезням. Но обратите внимание, что корни ее слабоваты, поэтому следить нужно, чтобы не было застоя воды. Если у вас небольшой участок или вы не хотите, чтобы ель быстро росла, то рекомендую такие сорта, как Кейбаб, Блю Даймонд или Эдит. Эти и другие сорта ели вы также можете приобрести для своего участка в нашем питомнике. Тем более, что сейчас, перед зимой и на протяжении всей зимы, самое время для посадки крупномеров. Заходите по ссылке в описании. Еще из красивых сортов для посадки вдоль забора или в композиции я рекомендую ель сорта Глаука глобоза. Очень неприхотливая к грунту и климатическим условиям России, конечно же, туя. Ее часто можно увидеть в садах и в составе композиций и живых изгородей. К тому же, она хорошо сохраняет форму. Из сортов я рекомендую Брабант, Сморакт или Колумну. Если вы хотите плотную живую изгородь, то рекомендую обратить внимание на туя Брабант. А более подробно о том, как за ней ухаживать, у нас есть отдельное видео на канале. У туи мягкая хвоя, приятный аромат и при необходимом уходе она может прожить больше полувека. Кипарисовик получил такое название, потому что похож на кипарис. Однако имеет более мелкие и плоские ветки. Я лично его очень люблю. Для него не стоит выбирать низину без солнечных лучей. Идеально, если будет лишь небольшая тень. Грунт должен быть легкий, рассыпчатый и с хорошим дренажом. Кипарисовик не любит излишней влаги. И первые три года его нужно укрывать зимой. Вообще, хочу вам дать такие рекомендации, что практически каждый саженец после посадки в первые годы нужно укрывать зимой. Это важно. Если у вас дерево на штамбе, укрывайте прививку. Если у вас туя или кипарисовик, можжевельник, обязательно связывайте стволы между собой на зиму. Это важно, чтобы снег не разломал ветки. Пихта. Потрясающее красивое хвойное дерево, которое также можно посадить вдоль забора. Не только вдоль забора, но и в любую композицию на вашем участке. Она чуть более привередлива в уходе, но это меркнет на фоне благоухающего аромата и целебных свойств дерева. Для нее подойдет тень или полутень. Представляете, пихты живут до 300 лет. Теперь очень важная группа, которая нужна нам для посадки вдоль забора, это кустарники. Дерен. Это кустарник с декоративными листьями и без стрижки достигает высоту и ширину 3 метров. Он неприхотлив и хорошо адаптируется к перепадам температур. Быстро растет, отличается плотной кроной. Дерен хорошо переносит стрижку и привлекателен в любой сезон. Летом у него пестрые листья, к осени они меняют оттенки на желтые, розовые и фиолетовые, а зимой на фоне снега или хвойных посадок эффектно выглядят его коралловые, оранжевые или оливковые ветви. Чем хорош дерен, так это то, что он отлично адаптируется к тени, но на солнце окраска его листьев будет ярче. А еще то, что он может расти практически на любой почве. Пузыреплодник. Это неприхотливый кустарник высотой от полутора до трех метров. Есть разные сорта, с фиолетово-красными, золотистыми или зелеными листьями. Лучше высаживать его на солнце, потому что в тени листья могут потерять насыщенность цвета. Декоративен пузыреплодник с конца мая до поздней осени. Он будет радовать вас резной листвой, пушистыми шарообразными соцветиями и яркими плодами в течение всего сезона. Также хорошо растет на любой почве и переносит низкие температуры и обрезку. Предпочитает солнце, но спокойно переносит и полутень. Один из моих самых любимых и ярких неприхотливых кустарников это, конечно же, кизильник. У него аккуратная плотная крона при условии регулярной стрижки. Кизильник вырастает до двух метров в высоту, хорошо переносит перепады температур и засуху. Я вам говорю, если вы его посадите, вы даже забудете, что за ним нужно ухаживать. Осенью стоит невероятно красивый, потому что его оттенка листвы это как будто художник пробежался по всему кустарнику с кисточкой желтых, красных, оранжевых оттенков. Плюс еще на кизильнике появляются ягоды, смотрится очень красиво. А летом у него насыщенная зеленая листва. Боярышник. Это неприхотливый в уходе кустарник высотой до трех метров. Тоже идеальный вариант для живой изгороди. Если не хотите стричь, то его округлая крона не требует обязательной стрижки. Кроме украшения забора, боярышник защитит ваш участок от диких животных и посторонних лиц благодаря шипам. Барбарис. Еще один кустарник с шипами, который спасет ваш участок от непрошенных гостей. Отличный вариант для посадки перед забором на улице. Он хорошо переносит морозы и не требует специального ухода. Барбарис будет радовать вас круглый год. Цвет его листьев зависит от сорта и меняется в течение сезона. Он бывает и лимонный, и желтый, и с каемочкой, и красный, и бордовый. Все зависит от вашей фантазии и от любви к цвету. Осенью на барбарисе созревают красные ягоды, которые можно использовать в кулинарии. Но обратите внимание, это если мы говорим о барбарисе обыкновенном. Если же барбарис сортовой, то его ягоды не сильно и съедобны, больше декоративные. Барбарис плохо переносит тяжелые заболоченные почвы, а к остальным легко адаптируется. Сорта с разноцветными листьями рекомендую сажать на солнце. Вечно зеленые сорта предпочитают полутень. Хочу обратить ваше внимание на особенность барбариса. Цветки его имеют очень специфический запах. Еще один красивейший кустарник – это снежноягодник. Свою красоту он показывает ближе к осени. Когда уже все кустарники практически отсвели, на снежноягоднике появляются яркие, красивые белые и розовые ягодки. В пищу их не рекомендую употреблять, но наслаждаться обязательно. Если ягоды не срывать, они продержатся на кустарнике всю зиму. Как декоративное растение он абсолютно безопасен. Хорошо растет на солнце и в тени, и спокойно переносит даже полное затенение под кронами деревьев. Может расти на сухих песчаных и даже на каменистых почвах. Купить все растения из этого списка по суперценам вы можете в наших каталогах растений. Таких вы не найдете больше нигде. Заходите, скачивайте, обязательно покупайте. Рекомендую от всей души. Гортензию называют королевой садов. Я не могла ее не включить в этот список. Ее крупные шаровидные или метельчатые соцветия самых разных оттенков на фоне ярко-зеленой листвы будут радовать вас весь сезон. Гортензия требует несложного, но регулярного ухода. Самое главное выбрать подходящий вид для вашего региона. Более подробно о гортензиях смотрите в нашем другом видео. И там же я поделилась секретом, как сделать так, чтобы гортензии цвели пышно и все удивлялись этому цветению. Сирень. Она известна многим огромным разнообразием сортов и оттенков соцветий. От белого и розового до темно-фиолетового. Пышное цветение и аромат сирени делают ее самым популярным кустарником у садоводов. Она нетребовательна в уходе, выдерживает сильные морозы и засуху. Суровая зима может даже способствовать цветению. Представляете? Растет на солнце или в полутени на любой почве, кроме заболоченной. Главное правило, чтобы вода не застаивалась у корней. Спирея. Это кустарник высотой до полутора-двух метров с ниспадающими ветками, которые не требуют стрижки. Листья этого кустарника бывают зелеными, желтыми или розоватыми. Но главное украшение, конечно же, цветение. Цветы также отличаются разнообразием оттенков. Бывают белые, розовые или пурпурные. Они привлекают в сад насекомых опылителей. Спирея спокойно зимует в большинстве регионов России. Ставьте лайки, кто любит спирею. Если говорить о более низкорослых спиреях с розовыми цветами, то это Golden Princess, Little Princess, Gold Flame. Если о более высокорослых с белыми цветами, то обратите внимание на Grave Shame или спирею Ван Гутта. Чубушник. Его часто называют садовым жасмином за стойкий аромат. Этот кустарник цветет белыми довольно крупными цветами, которые хорошо приспосабливаются к любым условиям и не требуют особого ухода. Чубушник более обильно цветет на солнце, но спокойно переносит и полутень. Поливать его следует в первый год после посадки, а взрослые растения хорошо обходятся без дополнительного увлажнения. Все эти кустарники, про которые я сказала, могут сформировать живую изгородь, естественную или стриженную. Также они могут стать частью древесно-кустарниковой композиции или миксбордера. Для того, чтобы композиция вдоль забора была декоративна круглый год, используйте сочетание лиственных и хвойных пород. Удачные комбинации получаются из лиственных кустарников с туями и елями, или стелющихся можжевельников и микробиоты с лиственными деревьями, например, береза, ива, липа или рябина. У нас в Экапланте вы найдете огромный выбор кустарников, конечно же, на любой вкус и кошелек. А еще наши специалисты обязательно помогут подобрать растения именно для вашего сада. Теперь поговорим о цветах и травах, которые можно посадить вдоль забора. Для этой цели лучше выбирать высокие неприхотливые многолетники. Только обязательно учтите освещенность участка и влажность почвы. К засухоустойчивым относятся вероника, очиток, эхинация, котовник, шалфей, кориопсис, тысячелистник и злаки. Более влажные почвы любят дербенник, остильба и лилейники. А в тенистых местах хорошо будут расти хосты, брунеры, папоротники и бузульники. Вы можете высаживать композиции из многолетников, которые закроют часть вашего забора, а также дополнять ими деревья и кустарники, чтобы получить полноценный миксбордер с постоянной декоративностью. Ближе к ограждению можно посадить высокие растения спокойных оттенков – бледно-розового, белого или голубого цветов. Вторым ярусом высаживайте среднерослые пышные растения, которые формируют объем. Бахрома листвы и пышное цветение, сменяющие друг друга, подчеркнут структуру и выделят линию вашего ограждения. Последний ряд играет роль цветочного бордюра – невысокие густопосаженные цветы и травы или почвопокровные растения. Вот еще примеры травянистых растений – невянник, астромноголетняя, монарда, дельфиниум, гелениум, люпин, аквилегия, пасконник и децентра. Из вьющихся растений, подходящих для посадки вдоль забора, я рекомендую плющ, клематис, девичий виноград и жимолость. Будьте внимательны, что некоторые из этих растений достаточно быстро разрастаются и способны быть агрессивными, поэтому им нужен постоянный контроль. Важно знать, что, например, девичий виноград даст роскошную зелень уже в начале лета. Однако не стоит его высаживать на границе с соседями. Почему? Потому что растения дадут сильную тень и с удовольствием займут и соседский участок. Вот так быстро он разрастается. Прежде чем высаживать растения вдоль забора на участке, оцените размеры участка и дома, какой вид почвы, освещенность, обязательно требования растений к поливу, типу почвы, необходимости стрижки, теневыносливости и морозоустойчивости, а также материал, из которого сделан ваш забор. В ландшафтном дизайне главная эстетика. Растения должны красиво сочетаться с ограждением. Например, розы эффектно смотрятся рядом с деревянным забором, а строгие линии профнастила подчеркнут устремленные ввыськи парисы или туи. Если же забор из сетки рабицы, его и вовсе можно увидеть плющом, клематисами или декоративным виноградом. Обращаю ваше внимание, что металлические заборы нагреваются на солнце, поэтому не стоит сажать растения впритык к ним, а лучше отступить 50-70 сантиметров. Иначе листья цветов и кустарников, прислонившись к ограждению, могут перегреться и завянуть. А теперь, как я обещала, поговорим о типичных ошибках, которые желательно избегать. Не рекомендую сажать высокорослые массивные деревья прямо вдоль забора. Если у них мощные корни, они могут выкорчевать сам забор или разрушить дорожки. Не советую выбирать растения по принципу «все лучшее сразу». Деревья, цветы и кустарники должны сочетаться между собой. Посадите одну часть, сделайте каркас, а потом добавьте необходимые. Еще одна важная ошибка, которую допускают, это не учитывать особенности участка и климатическую зону. Именно поэтому следует изучить характеристики растений и требования. Ошибка, если у вас сплошной забор. Он может давать тень и препятствовать попаданию влаги к корням с осадками. Чтобы избежать последствий засухи, обязательно позаботьтесь о поливе растений и не забывайте о подкормках. А теперь готовые композиции из растений для посадки вдоль забора. Продолжение следует... Забор из любого материала можно задекорировать. Создать с помощью растений глубину и визуально увеличить пространство. Отталкивайтесь при выборе растений от своих предпочтений и свободного времени на уход, не забывая про условия участка и местности. Современный ландшафтный дизайн строится на гармонии и максимально бережном отношении к природе. Еще больше полезной информации о том, как сделать красиво ваш участок, смотрите в нашем видео «38 решений из Пинтерест». И обязательно подписывайтесь на канал, чтобы ваш участок выглядел всегда роскошно. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Спасибо за просмотр. С вами была Софья Тихомирова. Ставьте лайк!